Скажем вместе, слава Богу, за эту возможность находиться здесь, потому что это не само собой разумеющееся. Для начала я хотел бы задать вопрос, в первую очередь детям, вы можете задать этот вопрос каждый также и сам себе. Дети, вы когда-то себя сравнивали с каким-то животным, к примеру, я такой сильный как Тигр, да, нет, кто-то здесь спереди, да, zum Beispiel, ты клетаешь как ein Афе, okay. Мальчик сказал, что он может лазить как обезьяна. Я бы хотел сегодня начать тоже с такого сравнения, или на основном сравнении основать, которое не я сделал, но которое делает Слово Божие. В первую очередь это Давид, Давид сравнивает себя с овечкой, и Бога как пастыря. И вам всем известен Псалом 22, Господь, пастырь мой. Д.е. Давид говорит, что я овечка, и Господь является моим пастырем. Почему Давид может так сказать? Или почему Давид сравнивает себя именно с овечкой? Мы знаем все, что Давид сам был пастухом, во время своего детства. И в принципе он вырос с овечками. И он знал, что делает овечек особенными. Я этого не знал. Поэтому я обротился к Гуглу. И там получил такой результат. Поведение овечек характеризуется тем, что они очень социальные животные и обычно проводят свое время как бы в общей массе. И есть очень много наблюдений, и заметок о том, как овечки друг друга утешают. И это очень интересная характеристика, что характеризует овечек. Я хотел бы для начала прочитать одно местописание. Это будет первое послание Петра, 2 глава, 9 стих. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Вы, наверное, сейчас думаете, что общего имеет это местописание с овечками. Здесь написано, что мы являемся частью Божьей. Мы избранный народ, священный народ. Другими словами, Мы являемся частью стада Божьего. Мы являемся частью особого стада Божьего. Мы являемся частью особого стада Божьего. У нас особое положение в этом мире. И я хочу сегодня отметить, что же это значит для нас, быть частью. И для этого я предлагаю открыть двадцать второй Псалом. И стих за стихом мы будем продвигаться. Господь, Пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Я бы хотел здесь поставить акцент на мой. Бог не является Пастырем моего соседа. Оно тоже может быть как вариант. Но в первую очередь, Давид говорит, что Господь, Пастырь мой. Мой личный. Он ведет меня. И мы читаем дальше. Он покоит меня на злачных пажетях и водит меня к водам тихим. У меня не будет никакого дефицита. Я ни в чем не буду нуждаться. И он приведет меня к водам тихим. И это значит, вот это особое положение, которое мы имеем. Мы, как часть стада Божьего, или народа Божьего, если мы таковыми являемся, то мы будем, Вадимы, на злачные пажети, где не будет никакого недостатка, к водам тихим. Он подкрепляет мою душу, направляет меня на стези правды ради имени своего. Это говорит о том, что Бог ведет нас в правильное направление. И у нас не будет недостатка. Ну, мы могли бы сказать, ну, Давиду хорошо было говорить об этом. Если мы думаем о царе Давиде. У него было все. Он был богат. У него был успех. У него было очень много побед. Но это также мы можем отнести и к себе. Но говорит ли это о том, что нам теперь вообще ни о чем не стоит заботиться? Или может быть это говорит о том, что нам стоит закинуть ноги наверх и просто откинуться назад? Потому что все отлично. Но это не так. Или? Мы читаем дальше. И если я пойду и долина из смертной тени, не боюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Это такой переход. Вот. Это такие злачные пажети. Стиле Вассе. Тихие воды. И вдруг такая долина смертной тени. Это говорит, что если ты являешься частью Божьего народа, то ты так же будешь проходить долины смертной тени, то ты так же будешь проходить долины смертной тени. И так же у тебя будут тяжелые времена. Так же как и у Давида, который должен был прятаться от Саула, который боялся за свою жизнь. И все равно он говорит, я не боюсь никакого зла, потому что ты со мной. Это очень важно, что если мы проходим тяжелые времена, какие-то такие долины смертной тени, где мы, может быть, думаем, в какой-то момент мы видим себя оставленными всеми, и мы не видим дальше, мы не видим, как оно будет идти дальше, мы не должны забыть, что Бог с нами, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Что это такое, жезл и посох? В работе с овечками обычно это употребляется для того, чтобы направить их, или может быть назад к Атари подвезти. И это то, что направляет. И это я хочу сравнить со Словом Божьим. Если ты проходишь тяжелые времена, тогда его жезл и посох они успокоят тебя, они дадут тебе покой. Это значит, не полностью дистанцироваться, но искать в Слове Божьем, что Бог хочет сказать. И через свое Слово, через свой Дух будет Бог проводить. Он уничтожит, не уничтожит. И тогда нам не приключится никакой беды. Потому что Бог проведет нас через это. И что мы будем делать, если вдруг мы заметим, что в какой-то момент мы отделились от Атари. Мы знаем все вот это сравнение, которое говорит Иисус. Пастух, у которого сто овец. И вдруг одна из них теряется. Он говорит, что вот это вся большая Атара, которая мы вообще являемся, которой частью мы являемся. И может быть такое, что из этой всей общей массы кто-то один отделяется. Как такое бывает, что овечка потерялась? Она позволяет себе обратить на что-то другое внимание. Впереди следует пастырь, и за ним следуют овечки. И овечка, которая вдруг в какой-то момент стала невнимательной, она больше не смотрит на пастыря, но смотрит куда-то в другую сторону. Смотрит направо. О, там трава зеленее. Я лучше туда пойду. Там лучше, там проще. Там я буду себя чувствовать лучше. И так потихоньку, потихоньку она уходит в сторону. И в принципе, поначалу оно даже незаметно. Трава на вкус приятная. Возможно, даже она замечает, что там есть какой-то бурьян или сорняк, который впоследствии будет нехорошо для желудка. Но Атара, она продвигается дальше. И овечки, они такие животные, у них очень такое слабое зрение. Они хорошо слышат, но очень плохо видят. И в какой-то момент вдруг эта овечка, она пытается найти дорогу назад. Но по причине своего плохого зрения она не находит дорогу. И возможно, она потом потерялась. Идет в каком-то направлении и вдруг теряется. И где-то может быть в какой-то канаве она там застревает. И что теперь? Если ты как овечка потерялся и не можешь найти путь назад и не знаешь, как выбраться оттуда, тогда знай, что твой пастырь, он тебя ищет. Что же тебе делать в этом случае? Если вдруг ты где-то застрял, если вдруг ты заметил, что ты сбился с пути, тогда взывай, взывай громко к твоему пастырю к твоему пастырю. И пастырь тебя найдет. Он возьмет тебя на руки. Это говорит о том, что когда он тебя нашел, у тебя не будет проблем из-за этого. Это не говорит о том, что вдруг пастырь начал бить овечку за то, что она отделилась. Он радуется. Он берет тебя на руки и несет назад. Приносит тебя домой. Назад туда, к Атаре. И так как мы читаем в этом сравнении, что там даже какой-то пир делается или какая-то радость, какой-то прекрасный пример. Мой последний пункт и мой последний пункт обращая внимание на других. Ты являешься частью этого общего. И если вдруг ты замечаешь, что кто-то вдруг сбивается или кто-то вдруг или кто-то дистанцирует или может быть ты сам кого-то отталкиваешь, потому что он тебе не симпатичен, обращай внимание, чтобы ты его сам назад привел. Не отталкивай его. Молись. Помогай ему, поддерживай. Молись. Пытайся его мотивировать. Это очень важно. Это была моя проповедь. Мы помолимся, чтобы Бог нам помог доверяться путям Божьим, доверяться водительству Божьему, чтобы мы также и в тяжелые времена знали, что Бог нас ведет. И если кто-то из вас почувствовал вдруг себя, такую овечку, которая потерялась, или возможно, которая ушла на дистанцию, на расстояние. Руфи к Богу. Руфи к твоему пастуру. И он услышит тебя. И он будет рад, тебя привести назад. Субтитры создавал DimaTorzok, а теперь мы на дистанцию. Спасибо. Продолжение следует...